друзья приветствую всех на канале птичий дом сегодня не самое позитивное не самое радостное видео его надо записать чтобы потом не возникало по мне большого количества вопросов в общем у меня проблемы с оборудованием но начну я немножко не с них в общем как-то май месяц мне не задался совсем то из-за всем известного коронавируса там сроки покупки материала затягивались и затягивались прям так капитально серьезно там тот же самый упаковочный материал фанеру я покупал полтора недели купил ты и быстро деньги отдал быстро навезли мне доставляли полтора недели потом то же самое фактически то же самое было с дубом заказал я его после майских праздников 12 числа в этот же день оплатил а получил только 28 понимаете такой промежуток времени прошел поэтому не очень хорошо с работой дело обстояло из-за отсутствия материала потом опять же плохая погода заказы которые я делал затягивались на длительный промежуток времени то есть если у меня обычно уходит на покрытие клетки клетки заказа неважно лаком примерно сутки но укрою первый слой в ночь за ночь все высыхает просыпаюсь с утра меж слою покрываю второй раз занимаюсь делами своими к обеду все высыхает еще раз меж слою и третий раз уже покрываю в обед к вечеру соответственно все готово и на следующее утро можно отправлять а из-за дождей которые у нас шли весь месяц мне мне каждый на каждый слой уходили сутки то есть я покрываю слой проходит 12 часов он не высыхает лак липнет жду еще 12 часов проходит еще 12 часов лак перестает прилипать к рукам меж слоем следующий слой еще 24 часа короче на каждый заказ уходила по трое суток то есть по плюс два дня фактически бестолковая работа которая даже не работы а ожидание скажем так томительного потому что толком не поработаешь пока лак сохнет не попылишь это все скажется на качестве покрытия и на общем общем впечатлении об изделии поэтому приходилось очень подолгу ждать но ладно это как бы все мелочи хрен с ним ждать это можно спать камера на которую я записываю ловли стала косячить в мае не знаю с чем это связано не разбирался еще пробу перестала скидывается инфа с флешки скидывается 12 процентов и камера виснет не знаю надо перепрошивать ее надо смотреть что-то думать пробовать что-то с ней делать ну и финальным аккордом этого не самого приятного мая была поломка рейсмуса в общем сейчас я нахожусь в таком состоянии что у меня не работает рейсмус у меня напиленные заготовки на клетки на заказы которые планировалось делать конец мая начало июня но я не могу их делать потому что рейсмус сломался совсем я сейчас спущусь в мастерскую покажу вам как как это у меня сейчас все выглядит и починю ли я его на этой неделе я даже затрудняюсь сказать поэтому я сразу хотел бы извиниться что пойдет просрочка по заказам по времени то есть обещал там середина июня вторая половина июня это все сместиться на неделю а то может быть и на две потому что я не знаю нас насколько быстро я его починил насколько быстрее восстановлю потому что запчасти заказаны опять же запчасти заказаны запчасти оплачены но все это идет очень долго то есть это вообще кошмар какой-то в общем сейчас спущусь покажу что что уже как бы буду сегодня наверное сейчас вот с ним запишу видос выложу его будут с ним ковыряться что сейчас можно восстановить что заказал а что-то и будет уже более более капитального ремонта ну покажу думаю все сами увидите и поймете ну а потом вернусь сюда и уже договариваю ну вот так вот выглядит сейчас моя мастерская вот так вот тут все разложено разосрано в общем что сломалось сейчас буду показывать почему в рейсмусе есть редуктор который под двигателя двигатель с центральной овощи у 1 с одной стороны ось выходит на сейчас фокусируюсь на ней на здесь сюда вешается ремень идет привод ножей с противоположной стороны выходит вот такая вот зубчатая зубчатая ось и идет в редуктор ну и все это дело через редуктор идет на привод валов которые тянут деревья а вот по сути редуктор в редукторе набор шестерней и несколько подшипников тире втулок общем вот с этой стороны редуктора видите сейчас подшипник на месте этого подшипника стояла твердосплавная как назвать твердосплавная втулка посадочный диаметр у нее 15 ну соответственно раздолбался он до 16 с противоположной стороны выход на зубчатое колесо и сюда вешается цепь которая приводит в движение валы вот то что вы видите вот эту вот пыль рядом с зубчатой зубчатым колесом это вторая втулка которая находилась вот здесь то бишь вместо нее сейчас пойдет вот этот игольчатый подшипник я его вставлю туда вовнутрь она ну сами видите во что превратилась втулка если втулка в начале твердосплавная и у нее только раздолбался посадочный диаметр то в конце она была не знаешь чего она была сделана ну в общем она просто высыпалась трухой оттуда я как бы понимаю что можно сказать что надо ухаживать за инструментом я за инструментом всегда ухаживаю и тут дело не во мне тут просто этому рейсмусу 10 лет и когда-то это должно было случиться то есть это уже время ну и самое основное что случилось то есть вот выход из редуктора вот тут сейчас рядом с осью выеден кусок металла вот здесь то есть получается натяжитель цепи цепь постоянно смещали вот эту ось за которую я сейчас держусь она была чуть под углом завалена и соответственно съела вот здесь кусок металла запас тут конечно есть небольшой но на самом деле можно сказать что редуктор у тронда выражались вот и надо менять полностью редуктор полностью редуктор поменять не получится потому что его отдельно в продаже нет надо менять полностью комплект двигатель вот он лежит крышка и редуктор стоит все это дело как самолет я не буду нет я озвучу стоит 20 тысяч все это считаете что пол рейсмуса ну и поэтому сейчас работа под большим вопросом я все это дело починю то сейчас у меня уже есть подшипники я жду зубчатое колесо одно на нем подсбились зубья оно должно прийти со дня на день то есть там либо завтра либо послезавтра она уже выехал из москвы и скорее всего там день 2 будет в курске когда точно придет пока затрудняюсь сказать но суть в том что она заказана она приедет и после этого я смогу возобновить работу ну а когда это произойдет завтра или послезавтра я пока не знаю ориентировочно ближе к концу недели я начну работу по заказу вот ну все сейчас я возвращаюсь на кухню такой трос кардаш тут цепи в керосине купаются отмываются ну в общем тут много много всякого интересного возвращаясь на кухню да да расскажу вот такая вот история произошла с рейсмусом и это это просто-напросто время тут все к этому делу шло но я надеялся что прослужит чуть дольше думал что переживет лето потому что на лето у меня как раз запланирован запланирована была покупка фуганка фуганка с рейсмусом но теперь все стало под очень большим вопросом и я если честно даже не знаю что я буду покупать то ли я буду покупать блок головки двигателя вместе с редуктором на этот рейсмус то ли я буду покупать фуганок рейсмус уже новый ну в одном комплекте один в одном корпусе два инструмента назовем это так потому что на большой профессиональный фуганок который там стоит под сотню у меня денег конечно же нет ну а так вот в районе 30 я в принципе присмотрел неплохие варианты которые можно было бы купить но теперь все это под очень большим вопросом связи с поломкой рейсмуса я уже туда доставка в него уже вбухал сумму ну и чую еще предстоит бухать вот такие вот у меня дела я еще раз повторюсь заказы от заказов и не отказываюсь я его починю в конце концов если сейчас я его не починю если придет шестерня я все соберу и будут опять же проблемы я тут же закажу себе фуганок с рейсмусом в одном корпусе не знаю как еще там возможно придется часть в кредит брать но потому что у меня однозначно сейчас всей суммы нету необходимо в общем как-то этот вопрос буду решать и буду делать соответственно заказы поэтому насчет заказов не переживайте я принципе кто у меня стоит по графику на июнь я всем это видео отправлю вы все увидите все посмотрите я надеюсь что неделя-две погода не сделаю то есть потому что уже в принципе вовчий сезон закончен и как бы тут спешить я думаю что у всех у кого есть птицы птица сидит по клеткам и это просто желание скажем так улучшить качество клеток апгрейдить свое оборудование вот ну если вдруг у кого-то возникнет желание помочь мне приобретение инструмента как-то поддержать желание может быть есть возможность хотя я понимаю что в это сложное время вряд ли у кого-то есть возможности но мало ли вдруг что я внизу оставлю номер карточки можно будет скинуть денежку если если есть такая возможность если нет то никаких вопросов никаких проблем потому что ну чё я в принципе привык совсем справляться сам вот всем спасибо большое за просмотр всем удачи и хорошего настроения пошел монтировать видео и чинить ресницы пока